США готовятся отметить 20-летие терактов 11 сентября. И если память о тех страшных событиях не стерлась в сердцах выживших и тех, кто потерял близких, для нового поколения, отмечают политологи, крушение башен Всемирного торгового центра и нападение на Пентагон – уже часть истории. Евронюс поговорил о последствиях терактов, из-за которых США начали вторжение в Афганистан и Ирак с Джиллом Барн-Долларом, бывшим морским пехотинцем, а сегодня специалистом по вопросам обороны. Первый вопрос – были ли эти операции в Афганистане и Ираке оптимальным ответом на теракты? Совершенно ясно, что это был не лучший ответ на нападение террористов. Сегодня, спустя 20 лет, эти войны сложно воспринимать иначе, чем провал. Ведь Соединенные Штаты потратили 6,5 триллионов долларов, а возможно гораздо больше. 7 тысяч американских военнослужащих погибли и сотни тысяч гражданских лиц остались одни руины. Понятно, что вывод войск был запланирован, но то, как это произошло, стало унизительным. На мой взгляд, нельзя рассматривать войны в Афганистане и Ираке как оптимальный способ ответить на теракты. А какой итог этой 20-летней войны вы бы подвели? Я думаю, что это свидетельство 20-летнего высокомерия и самообмана со стороны США. Изначально у операции были довольно ограниченные цели – свергнуть Талибан, преподать им урок и уничтожить Аль-Каиду. Все это действительно имело место, хотя Бен Ладен не был пойман в течение первых 6-8 месяцев кампании, как планировалось. Но все остальное, что последовало затем, нельзя назвать иначе, как катастрофой. Соединенные Штаты пытались построить в Афганистане стабильную, централизованную, ориентированную на западные ценности страну. Это оказалось полным провалом. Подобные амбиции всегда были нереалистичными. Следует ли США и их союзникам когда-нибудь вернуться в Афганистан? Нет, и я уже писал об этом. Единственная причина для возвращения в Афганистан – нанесение удара по транснациональным террористам, у которых есть намерения и возможности напасть на США. Во всех других случаях у американских войск нет причин находиться в Афганистане. Мы можем разводить руками и ужасаться поводу того, что сегодня происходит и будет происходить. Но ни одна из проблем, будь то права женщин, меньшинств, внутренние репрессии, не представляет жизненно важных национальных интересов для США. На чем же тогда отныне должна быть сосредоточена борьба с терроризмом внутри США? Да, нам нужно защищать Соединенные Штаты изнутри, но я ни в коем случае не за то, чтобы принимать новый патриотический акт или посягать на гражданские свободы американцев. Это было бы худшим последствием 11 сентября. Вся эта ползучая слежка, новые полицейские полномочия и отсутствие подотчетности. Но мы должны сосредоточиться на защите американцев в США, и у нас есть инструменты для этого. Сегодня мир совсем другой, чем 20 лет назад. И нет причин отправляться в другие страны в поисках монстров, которых нужно убить, как сказал президент Джон Квинси Адамс.